В Сочи работает международный инвестиционный форум. На три дня здание Олимпийского медиа-центра превратилось в огромную дискуссионно-переговорную площадку, где встретились интересы бизнеса и власти. На форуме работает делегация Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым. Первый рабочий день традиционно начался с делового завтрака, который провел председатель правления Сбербанка Герман Греф. Экспорт России нуждается в диверсификации. Сегодня основной стратегический товар – нефть, 60% рынка. В общем, ничего нового. Прежде это были пенька и лес. В истории страны есть только один период, когда ни один экспортный товар не играл монополизирующей роли, а импорт был ограничен. Примерно два десятилетия после Великой Отечественной войны. Уже с 70-х нефть постепенно вытесняла конкурентов. Сегодня, когда цены на нее упали в два раза, необходимо активно подключать резервы. Но их не так-то много. Что необходимо сделать, чтобы диверсифицировать экспорт? На какие отрасли нужно сделать ставку? Каких мер ждут от правительства? Это и обсуждали экономисты, финансисты, представители федеральных органов власти и бизнес-сообщества, руководители регионов. Разумеется, процесс диверсификации уже начался. Этому поспособствовало и ослабление рубля, и усилия, предпринимаемые в области импортозамещения. Но добиться устойчивости экспорта можно только при активном участии частных инвесторов. Большинство участников делового завтрака склоняются к этой мысли. Только через частные инвестиции, через частную инициативу, с учетом создания благоприятной среды для развития малого бизнеса, среднего бизнеса, крупного бизнеса, можно заниматься вопросами диверсификации. Основную задачу региональных властей Михаил Игнатьев видит в создании условий для притока инвестиций и совершенствования законодательной базы. Предприниматели должны работать в максимально комфортных условиях, считает глава республики. В Чувашии мы чувствуем себя комфортно, и Михаил Васильевич очень хорошо относится к инвесторам, в частности к нашей компании. Я рекомендую инвесторам инвестировать в Чувашию. Кстати, моя макро задача для всех, что выгодно всей стране, выгодно каждому. Поэтому в целом есть общий групповой интерес, который выражается в росте экономики и в ее деферсификации. Поэтому, если мы будем расти на 7% в год, как сказал президент России в 2012 году, очевидно, что каждый житель России получит свои выгоды от этого. Сегодня же состоялось пленарное заседание форума с очень говорящим названием «Вернуться к росту стратегии для России». Его провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. Главная тема пленарного заседания – импортозамещение и продовольственная безопасность. Среди участников пленарного заседания – члены правительства России, руководители субъектов федерации, представители отечественных и зарубежных компаний, бизнес-сообщества. Дмитрий Медведев выделил 4 ключевых позиции, которые определяют развитие экономики страны и позволяют достичь поставленных целей. Инвестиционная активность, импортозамещение, качество государственного управления и бюджетная политика. Чувашия уже работает в этих направлениях, сохраняет выверенную бюджетную политику, направленную на исполнение принятых обязательств, реализует дорожные карты во всех сферах деятельности, инвестиционных и инфраструктурных проектах. Кроме того, наблюдается безусловное выполнение всех социальных обязательств. Татьяна Молокова, Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.